В центре внимания кубинец Педро Луис, судья международного класса. Сейчас живет в кривом роге. На Украину переехал еще в нулевых. За 19 лет успел изучить два языка – русский и украинский. Вот лингвистические профессиональные навыки подтягивает и у нас на турнире. Я не умею говорить на русском языке. Ни на русском, ни на украинском. Россияне – тоже частые гости открытого чемпионата Приднестровья. Среди них спортсмены из Твери – каратисты спортивного клуба «Витязи». Если у нас в России каратэ нельзя считать массовым, то здесь, наверное, за счет харизмы организаторов именно работы в каратэ, мы видим сегодня 200 или больше учеников. Я считаю, что Украина – это каратэ самая сильная нация. Такого мнения придерживается одессит Станислав Дзензелюк, лидер украинской команды. Каратист с Южной Пальмиры подтверждает свои слова тремя золотыми медалями. На эти соревнования приезжал тоже несколько раз. И здесь тоже был чемпионом. Соревнования неплохие. Перед выходом на татами удары отрабатывает Владимир Гибескул. Эй! Это удар к дизаме цурки. Я его делаю для того, чтобы первым заработать балл. А в это время Алексей Чилей выигрывает свое четвертое золото чемпионата Приднестровья. Я посвящаю эти медали победы своему тренеру и родителю. Алексей Чилей и Владимир Гибескул добиваются лучшего результата на турнире. Они сейчас готовятся к чемпионату мира среди мини-кадетов. Это возрастная категория до 14 лет. В Румынию отправятся терраспольчане – четырехкратные чемпионы Приднестровья. На чемпионат мира, конечно, там соперники получше, чем здесь. И нужно здесь отрабатывать технику, применять ее в бою, чтобы потом выйти и показать, кто ты есть. Перед чемпионатом мира, то есть проверить последние силы, подготовиться, где-то доработать над ошибками, проверить спортсменов. На чемпионат мира спортсмены поедут через неделю, а пока свободное время. И фото на память, например, с главным рефери турнира Педро Луисом из Кубы.